Снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Кунин, музыкальный подвал, молодёжный нон-слэш-фикшн, и сегодня у меня в гостях Нуре. Нуре — руководитель студии веб-комиксов Black Purpur. — Здравствуйте, Александр! — А пурпур слитно или раздельно? — В целом это пишем слитно. — То есть чёрный пурпур? — Чёрный пурпур. У нас тут пурпур идёт с отсылкой на тот звук, который издаёт котик. — Ага, вот как всё интересно. Я позвал вас на подкаст, ну, кроме прочих поводов, ещё был такой у нас в топ-листе комиксов на нон-фикшн «Весна», которая вот сейчас, в апреле. Книга, созданная в вашей студии «Тёмный призыватель» — первый том. Я всё верно говорю? — Всё верно. — Отлично. И, насколько я знаю, вы работаете сразу с несколькими издательствами. То есть, по сути, то, что вы делаете, это такое феномен на современном книжном рынке. Давайте сегодня об этом поговорим поподробнее. Вы готовы к этому? — Да, конечно, с радостью. — Хорошо. Студия совсем молодая, насколько я знаю, потому что вот я посмотрел ваш ВК, я имею в виду ваш паблик в ВК, и первая запись там была от 12 августа 2022 года. — Да, совершенно верно. — Да. Но первые книги, которые появились на рынке и в кислороде, это импринт Росмена. Мы вот недавно общались с Борисом Кузнецовым, директором Росмена и, собственно говоря, одного из зачинателей этого издательства, этого импринта. Также в издательстве «Эксмо» — уж не знаю, какая редакция, сейчас, наверное, расскажете — тоже первые книги появляются в 2023 году. То есть, буквально такой мощный старт, неожиданный. Я видел примеры, когда люди очень долго раскачивались, нарабатывали себе какую-то известность, выстраивали себя на рынке, и потом, дай бог, спустя там много лет какое-то издательство обращало на них внимание, в первую очередь ориентируясь на количество подписчиков в их пабликах и так далее. Как так получилось, что вы с места в карьер раз — и всё? Это, скорее всего, связано с тем, что это с места в карьер — это точка зрения, которую видит читатель. Это, которая представлена читателю. На деле, студия существует и работает с 2020 года. Это начало нашей работы. Дело в том, что когда мы предоставили уже наше произведение в издательство, у нас уже была достаточно большая статистика по произведениям, которые мы тестировали с нашими заказчиками на открытых площадках. То есть мы их не печатали, не издавали, не продавали онлайн-лицензии. Мы отрисовали два произведения. Мы их запустили на сайте Remango для того, чтобы, соответственно, собрать отклики, статистики, понимать, насколько эти произведения интересны. И оказалось, что произведения не просто интересные, они буквально выходят в топы сайтов, которые состоят на 99,9% из иностранных, соответственно, азиатских проектов и лаптунов. Тут я хотел бы ремарочку небольшую позволить себе. Суть деятельности студии в том, что вы собираете различных авторов, художников и писателей, и совместно организуете какие-то проекты в формате веб-комиксов, веб-тунов, и потом предлагаете это уже издателю. Нет, не совсем так. Это один из вариантов развития событий. У нас, получается, несколько линеек работы есть. Первое — это, грубо говоря, глобальное. Это те проекты, которые мы рисуем с нашими художниками внутри студии. Это бывают либо проекты по книгам, так же, как у Андрея Ткачёва «Тёмный призыватель», это «Гордо», собственно, мы называем первый проект, потому что первый был максимально глобально взят нами в работу, и уже адаптация литературного произведения в графический роман полноценно шла именно с этого тайтла. Второй, соответственно, вариант — это авторские идеи, сюжеты, которые не имеют, соответственно, литературного основания, которые рисуются в нашей студии, в комиксы. И как раз третий вариант — это когда мы в студии под своё крыло, под свою ответственность берём либо художников-авторов, либо авторов с художниками, у которых есть свои тайтлы, которые мы ведём с точки зрения работы, то есть мы оцениваем, соответственно, качество работы, потому что у нас достаточно высокий порог прохождения для того, чтобы мы брали под свою, так сказать, заботу произведение. Но если мы взяли произведение в свои руки, в свою заботу, то есть это юридические, бухгалтерские, манерческие вопросы по ведению данного произведения, мы полностью берём. — То есть вы выступаете и как агент уже этого автора? — Да, полностью. — Обалдеть. И это комфортное условие для автора? Потому что я знаю, что ведь людям нужно, если вот так вот продаваться, нужно на что-то жить, содержать семьи, а даже молодые комиксисты, которым там по 25 лет, 20 лет, у них уже, как правило, есть на что тратить деньги, причём так вот серьёзно. — Ну вот для большинства начинающих авторов, которые хорошие, серьёзные работы, которые требуют, соответственно, много времени и сил, мы даём внутри студии работу для того, чтобы эта работа была не слишком нагруженная, чтобы не забирать всё время и силы, но в то же время, чтобы у художника была хотя бы минимальная возможность покрывать какие-то свои потребности и работать над своим проектом. — То есть ещё параллельно какие-то могут быть сторонние заказы у вас, — Ну, помимо вебтунов внутри студии, мы также занимаемся отрисовкой обложек и иллюстраций для издательств разных серий книг, от фэнтезийных до классических, ну и у нас неминуемо приходит ситуация, это заказы иллюстраций, просто комишек так называемых, картинок на заказ, да, разного содержания, ну и нас периодически зовут в геймдев, визуальные новеллы, то есть мы своих художников по возможности стараемся максимально трудоустроить в количестве работы, которые мы как студия вообще можем себе позволить предоставить. — Мы разговаривали до записи несколько дней назад, и я пытался сорить именами различными, и видел, что да, вы знаете всех этих людей, то есть вы погружены в эту всю среду достаточно основательно, но я знаю, как эти контакты, связи нарабатываются, это не за один день происходит, и реально, если в 20-м году начинаешь что-то делать с нуля, то ты просто не будешь иметь никаких возможностей физически всё это наработать вот так. Как вы пришли в мир аниме, манги, как вы погрузились в это, и главное, вы же... Вы в Питере начинали всё? — На самом деле путь начинался намного-намного дальше, он начинался в городе Пермь. — В Перми? — Да, я родом оттуда, как и часть команды, которая сейчас спустя такое количество лет работает с нами, то есть это 2005-2006 года, мы начинали проводить аниме-мероприятия, будучи молодыми и зелёными, при отсутствии полного интернета и какой-либо связи с остальным миром, то есть начинались сначала небольшие аниме-мероприятия, потом это начинались уже полноценные межреагональные аниме-фестивали, это 2008-й год Адори, 2009-й год Анигири, потом Аниме-дэй, и в процессе создания данных крупных фестивалей, то есть это от 400 до 1500 человек посещение было данных мероприятий, по тем годам это было очень серьёзное, очень активное, очень живое комьюнити, мы вынуждены были для того, чтобы собрать такие мероприятия, считая, что нам едва было 17-18 лет, мы начали взаимодействовать с отделом культуры, с отделом по молодёжной политике города Пермь, за что очень большое им спасибо, то есть это как минимум, чтобы наша идея, что мы делаем благородное дело, чтобы наша молодёжь была, так сказать, в своей культуре имела возможность самовыражения, то есть это косплей, это сценки, это песни, это игры, это литературные какие-то, и стихи были, и комиксы, с этого начинался путь. А потом, почему Питер, как получилось, что вы оказались в Питере? В Питере я оказалась в связи с тем, что у меня муж шёл в армию, и я поехала на заработки. Там всё прозаично и довольно банально, и почти 10 лет это была работа в дизайне, возвращаемся к тому, что когда достигла пика, так сказать, своей карьеры, это Москва-Питер, старший дизайнер по интерьерам, в какой-то прекрасный момент я сказала, я ухожу, я пошла рисовать комиксы, и ушла рисовать комиксы. Шикарное решение, но это просто было возвращение к прежней любви. Да. О, круто. Это, грубо говоря, мечта с 12-11 лет, которая в аниме-фестивали вкладывалась, мы это пытались развивать, растить, и, кстати, на базе нами проведённых фестивалей в городе Пермь приводится до сих пор фестиваль, теми людьми, с которыми мы сотрудничали, тогда общались, и, слава богу, все живы-здоровы, и фестивали до сих пор проводятся. И в целом, к тому, что мы пришли, то есть сначала отработать, нарисовать самому воптун, научиться понять, так как я художник, да, то есть от самого буквально низа, то есть это сюжет, сценарий, адаптация произведений, то есть это режиссура, драматургия, литературный, в первую очередь, вопрос, а потом вся графическая часть. А как родилась идея именно студии, и почему именно Black4Four? Ну, здесь два момента идёт. Идея студии родилась достаточно коллективно с моими руководителями, партнёрами, часть из которых, вот, буквально знаем друг друга всю жизнь, часть из которых у нас появились в процессе создания как раз первых проектов. Вопрос появился то, что всем хочется, всем нравится, у всех есть идея, все увидели потенциал технический, то, что мы рисуем действительно круто, красиво, мы смогли найти общие языки с художниками, разработать технологию изготовления такую, что художники, ну, кто знает ситуацию с латунами в Корее, где художника просто выжимают, выжимают буквально до инсультов, инфарктов и всяких ужасных ситуаций, избегать этого, то есть избегать такого тотального выгорания по возможности, и решили, что да, мы готовы попробовать, да, мы знаем, как мы все взрослые люди, мы все знаем, как это сложно создать с нуля. На какие риски вы идёте? На какие риски мы идём, вплоть до того, что студия фактически работает 4 года, зарплаты у руководителей нет, мы все деньги, все абсолютно вкладываем в художников, ассистентов, переводчиков, для того, чтобы люди, которые это делают своими руками, чтобы они кушали. А кто эти люди? Кроме вас. Я думаю, что... О них вообще можно говорить? Скажем так, у нас есть просто личности немедийные, да, и которые, соответственно... Не хотят светиться. Скорее не видят в этом необходимости. То есть из-за того, что у нас очень единодушная команда, я имею полномочия представлять интересы как себя, так и своих коллег. Ну, а примерно там разброс 5 человек, 55, сколько вас? В руководящем составе... Вообще вся студия... Около 100 человек. Чё? Да. Что? Да, нас около 100 человек. О, боже мой. Это неожиданно. Честно говоря, это неожиданно. Я помню, какие были у нас вот на рынке проекты, связанные с motion comics, с веб-комиксами. И, ну, может быть, только на RAID был такой проект где-то в начале 2010-х годов. И это была действительно серьезная организация. И, насколько я помню, именно эта серьезность ее и погубила, потому что это был большой офис практически в центре Москвы. И ребята работали full-time там, зарабатывали деньги и не меньше денег тратили на обслуживание всей этой большой машины. Как может сегодня существовать студия, в которой работают больше 100 человек? Ну, учитывая, что век, так сказать, который нам принес... То есть все по домам сидят. Карантин, да, то есть, ну, это их художники. Им в любом случае комфортнее, наверное, в 90%, в 85% работать удаленно, потому что там их зона комфорта. Учитывая, что художники — это не те люди, которые работают с 9 до 6, это в большинстве художники, которые начинают работать по вторую половину дня и комфортно сидят, работают ночью. Да, это связано и с атмосферой, и с погружением, и с концентрацией образа мыслей. Ну, есть, конечно, птички у нас ранние. Ну, и заканчивая часовыми поясами. То есть у нас очень много художников по всей матушке России и за пределами её. Ну, я думаю, сценаристов это тоже касается. Конечно. А как вы выходили на издателей? Вот я знаю, что... Ну, вот кислород, Exmo, Comics Publisher — это как минимум те, с кем вы уже сотрудничаете. Как складывались эти взаимоотношения? Через какие каналы вообще это вам удалось сделать? Тем более, что я знаю, что в издательстве, например, чтобы предложить свой проект, и он реализовался, нужно доказать его состоятельность коммерческую. Естественно. На самом деле, с учётом количества текущих договорённостей и работы с разными издательствами, со всеми рассказать, как начиналось, не получится. Ну, давайте по ключевым пройдёмся. Ну, мы, наверное, лучше всего начнём с первого. Собственно, закон «Сансары» и «Росмен». Да, это наш первый тайтл, который пошёл официально в печать от художницы Раф Милк. Она художника, автор данного произведения. Ей предложили, что неудивительно, у художника просто золотые руки. Она даже с точки зрения, наверное, существования иностранного, её сразу можно, так положа руку на сердце, назвать топ-художницей. Она молодец, девочка у нас. И ей предложили сами. То есть само издательство, к ней обратилось, ну, учитывая, что наша Раф Милк очень такая сложноконтактная с точки зрения, ну, она не юрист, она не бухгалтер, да. Ей приносят, как бы приносят предложения. Был, соответственно, запрос. Ну, ири, пожалуйста, помоги, надо что-то делать. Вот посидели, почитали, порешали. После чего была написана нотариальная доверенность, чтобы художника не отвлекать от его основного занятия рисовать. Это, кажется, бумажки, это не её работа. Обсуждение. Это была моя первая поездка как раз в издательство с менеджером Олигой. Насколько я знаю, она сейчас уже не работает у вас, мэн. Для живой встречи обсудить, что здравствуйте, то есть помимо Саши, у нас целый багаж прекрасных проектов, которые сейчас находятся в стадии разработки, и, соответственно, мы их рисуем. Какое-то время мы не взаимодействовали, ну, только по закону Сансары. И дальше уже пошли другие издательства. Я не буду врать, я не помню, в каком порядке мы общались с каким из издательств, но Эксмо, где, соответственно, тёмный призыватель тяга к тебе, мы, кстати, по-моему, вероятно, да, мы на них выходили, потому что Эксмо тогда писали в социальных сетях, что они ищут русских авторов, мы по этому объявлению, соответственно, написали «Здравствуйте», и выложили всю информацию, которая у нас есть. Ну, вот я обнаружил, по крайней мере, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь проектов, да, которые сейчас можно найти, следы их в интернете, и на каких-то маркетплейсах, и на страницах издательств. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых проектах, проектах вашей студии, которые зашли на рынок, что это за книги, о чём они, и, кстати, я обратил внимание, что, ну, вот «Тёмный призыватель», там стоит одно имя, да, Андрей Ткачёв, автор, но он же автор литературного произведения «Основы», и, я так понимаю, автор сценария, верно? Почему иногда вы светите художников, а иногда они остаются где-то у вас в тени? Вот два вопроса, да? Ну, здесь есть два момента, которые связаны, когда у нас рисуют группа художников, вы откроете книжку, они все там есть, всегда, потому что автор — это, в первую очередь, то, чьё произведение внутри. Андрей Ткачёв, спасибо ему большое, помимо того, что он автор произведения, у нас есть сценарист Светлана, которая всё произведение, соответственно, адаптировала, да, у нас адаптация идёт литературного произведения, то есть Светлана с Андреем не очень много провели времени, общаясь, обсуждая, какие моменты Светлана сразу знала, да, это будет хорошо выделить вперёд, потому что комиксы, книга, подача акцента, детали, нюансы разные, и вот в руках Светланы это, соответственно, уже обретало более такую комиксную форму. По поводу первых произведений, это «Героя новомнения», «Я убил бессмертного», заказ это у нас, получается, «Студия Мидос», вот, то есть все права отданы, в данном случае, были полностью заказчику, и мы, соответственно, вот на этих двух комиксах в «Оптунах» учились, набивали шишки, строили технологический процесс работы и со сценаристами, у нас до сих пор ходит анекдот, как объяснить автору, своему раскадровщику, который будет палка-палка человечек рисовать, как он хочет поставить ракурс, и был буквально мем из интернета вытащен, где мужик бьёт покрышку, и у нас мем внутренний остался, ракурс от лица покрышки, он так и остался в работе, что ракурс камеры снизу на персонажа, ракурс от лица покрышки. «Мидос» или «Мидос»? «Мидос». «Мидос», да. «Мидос» студию — это, я так понимаю, владельцы того самого сайта, где... Ну, это частная студия, я так могу сказать, по правовой форме я здесь не подскажу, но рисовали на заказ и тестировали на площадке сайта «Реманго». «Реманго», вот это они и есть. Понятно. А вот «Отравленный грааль», что это такое? Я не всё ещё успел детально просмотреть, но некоторые меня даже по названиям уже вызывают массу вопросов. Ну, скажем так, «Отравленный грааль» — это даже уникум среди наших тайтлов. Это то произведение, которое мы с заказчиком, да, и, соответственно, с автором в том числе, и с руководством студии приняли решение, что мы откажемся от всех стандартных временных запросов в угоду качеству. Мы нашему главному художнику вручили в руки весь оркестр для того, чтобы она могла создавать эту историю так, как она видит, и именно в её темпе. С ней очень много и автор, и заказчик привели времени для того, чтобы погрузить в историю, в оттенки, в нюансы. Для себя, вот у себя в голове, я называю «Отравленная игра» это «Игра престолов для девочек». О, как интересно! Это сложное произведение, это многогранное произведение, мы, правда, в него вбухали очень много времени и сил, и самое главное, это вгробили туда художники. И если стандартно рисуется от двух-трёх глав в месяц до четырёх, ну, это уже такие тяжёлые начинаются объёмы, то здесь рисуется одна глава в месяц, но мы с чистой совестью, для того, что... Пускай будет долго, но это будет именно та история, которую хочет рассказать автор, который хочет нарисовать художника. Одна глава в месяц, я понимаю, когда речь идёт о книжном издании, какими можно оперировать характеристиками, а если это, допустим, вебтун, то как тут объёмы понять? Это как... Легче всего сравнивать с кадрами, количеством кадров, но дело в том, что вебтун из-за своей особенности у вас один кадр может занять по объёму отрисовки как 5-6 кадров обычных, потому что мы сверху и снизу не ограничены холстом, то есть у нас условно начинается пейзаж, замок, лес, дракон, потом этот же кадр, этот дракон пышет огнём, и этот же кадр его встречает рицарь в доспехах, и этот же кадр за рицарем в доспехах сидит принцесса, то есть по объёму это будет очень-очень-очень длинный кадр, если мы смотрим на мобильный телефон, легче всего понять, то с мобильного телефона это будет 3-4 пролистывания, но кадр будет один. Ну, там может быть в то же время и пустое место, где ты пролистываешь эту пустоту, и потом слово бабах. Да, обязательно, это связано с тем, что мы, когда читаем с мобильного телефона, 85 уже сейчас, 90% пользователей, которые читают мангу-манху, они читают с мобильных телефонов. Когда мы пролистываем кадр, если мы когда читаем страничку, перелистываем, мы чётко видим, что на этой страничке будет, и, как правило, можем заглянуть левым и правым глазиком на соседнюю, когда мы читаем, потом мы никогда не знаем, что там будет. И будет ли там бабах, или пристрелят, или убьют, или упадёт наш главный герой, мы не узнаем, пока не пролистнём. Вот этот эффект и вот эти паузы, они очень сильно играют на уровень неожиданности. Да, это хороший, полезный инструмент, и так рассказывать историю красноречивее становится. Не буду спорить, это абсолютно так, это круто, я вас в этом плане очень хорошо понимаю, я сам очень люблю WebTune. Кстати, был такой, есть до сих пор ресурс, это приложение, которое так называется, WebTune, по-моему, корейское, мы потом ещё вернёмся к корейскому рынку, к китайскому, может быть... Азиатскому. Да, к азиатскому. Но давайте вернёмся к отравленному Граалю. А в чём там вообще суть? Вот хотя бы приоткройте завесу для тех, кто, например, даже ничего не знает, и... Если очень-очень кратко, это несколько линеек судеб, грубо говоря, принцесс, мы назовём их принцессами, потому что это, так сказать, начинается всё с бала, с красивых платьев, с красивых девочек, с прекрасных молодых людей, и то, что превращается в достаточно страшную и жестокую сцену нападения злостных монстров, скажем так. А для истории это очень много про людей, про настоящих людей со сложными судьбами, сложными характерами, которые вплетены в интриги, в магию, в ошибки прошлого. Да, мы все знаем, что даже в реальной жизни ошибки прошлого, даже когда они очень далёкие, имеют свойство догонять. И здесь самый-самый важный момент это то, какой ты сам, главный герой, примешь в итоге решение, чью примешь в сторону. Окей. А «Тёмный призыватель» книга, которая у нас в топе? «Тёмный призыватель» это отчасти моя любимая история с точки зрения нашего диалога с читателями. О, как? Потому что «Тёмный призыватель» он очень близок к людям, он понятен, там все оттенки человеческой натуры в главном герое, они настолько естественны, настолько живо сочетаются, что когда ты с главным героем проходишь разные ситуации, от прекрасных барышней до страшных чудовищ, от, опять же, своей собственной семьи и оттенков, какое оно имеет влияние на каждого из нас, и в итоге приходишь к тому, что одна прекрасная женщина в какой-то момент становится клином твоей жизни. И когда ты за этим за всем наблюдаешь, настолько отголосок вот человеческого, вот такого реального в этом ощущаешь, да, обёртка кажется с магией, обёртка кажется с интригой, но насколько я в главном герое вижу своих знакомых мужчин, друзей, братьев, так сказать, коллег, так что я понимаю, что да, это именно вот тот самый диалог с настоящим, живым, реальным человеком. Ну что ж, на ярмарке посмотрим книгу живьём, оценим в соответствии ваших слов реальности. вы говорите, что кроме, ну не сейчас, а вот как-то где-то там что-то у меня такое зацепило со слух, вы говорили, что у вас сейчас впереди проекты или в работе уже проекты, связанные с литературными адаптациями классики. Так ли это? Что за классика? Скажем так, касательно классики, у нас сейчас есть работа в студии по иллюстрациям, вот, ну тут, как говорится, дадут команду, что можно рассказывать, обязательно расскажу, вот, это в качестве иллюстрации, конечно, мы как студия просто горим желанием получить возможность адаптации именно какого-то литературного произведения, большинство художников, большинство... Ну типа Пушкина? Дайте нам мастера и Маргариту, дайте нам мастера и Маргариту, это первое, что я услышала, когда я задала вопрос коллегам, а что бы мы сами хотели вот рисовать? Да, это был мастер и Маргарита. Да, ну у нас уже мастер и Маргарита в альпаке и тоже в топ-листе комиксов, это может быть на ярмарке, да. Хорошо, ну если это пока тема, которая достаточно такая закрытая, можем перейти к другому вопросу, учитывая, что у нас не так много времени на разговор, а вопросов очень много. Что происходит с рынком веб-тунов в России, в принципе, какой он, кроме вас, что ещё есть, где посмотреть? Ну, с точки зрения, если смотрим именно концентрацию российских авторов и российского рынка, да, существующих площадок, которые дают возможность читать веб-туны, скажем так, количество потребителей данного контента, да, так сказать, фанатов данного вида, кому кто любит, кому удобно читать веб-туны, кто любит стилистику привычную веб-тунов, их такое огромное количество, что в сутки получается запрос и посещение сайтов по веб-тунам, уникальные посетители, то есть те, которые читают, в сутки составляют в среднем два, два с половиной миллиона в день на только популярные там две-три площадки, которые в топе выпадают, то есть этого очень много, авторов, которые могут, которые рисуют, так как студий нет, есть небольшие маленькие студии, которые пробуют, пытаются, или инди-авторы, которые сами, да, в одно лицо, я же автор, я же художник, которые выкладываются, рисуются, с точки зрения массового, да, ну, скажем, наверное, не больше в целом на всю матушку Россию, там, и ближайшие СНГ наберётся там не больше, в целом, не больше тысячи, и которые... Авторов? Произведений, скорее, произведений, да, наверное, полутора-две тысячи, из которых процентов восемьдесят, это прям любительские, то есть авторы для себя, для души, рисуют, выкладывают, да, там, иногда на авторский комикс, на сайтах, соответственно, в которых можно выкладывать в открытую, там, там, манголит, или манга, может быть, да, такие знаменитые читалки открытые, куда автор может прийти и загрузить свои произведения. Или тресс, может быть, да? По поводу вептуны, литресс, по-моему, пока не... Не адаптирован. Не адаптирован, насколько мне известно, потому что мы искали, мы нашли вептуны, вот как тёмный призыватель, когда мы его печатали в книгу, вот в книжнем варианте, вептуны найти можно, а вот чтобы вот как положено простыню и вот этой единой читать, там, по-моему, пока такой функции нет. Вы сотрудничаете с строками сейчас? Ну, почти всё, что у вас есть, так или иначе, на строках, или ещё не всё, но тем не менее, скоро, наверное, будет. А строки адаптированы под вептуны? Да, строки адаптированы под вептуны, там прямо можно читать каждую главушку отдельно, мы очень надеемся, что, да, скоро введут комментарии, нас и художники, и читатели очень горячо ждут высказать своё мнение о том, что было прочитано. Если смотреть, все ли произведения выложены, нет, не все, которые сейчас готовы к публикации, к печати, это только 50%, и которые подготавливаются новые, это ещё столько же. Ох, понятно. Кстати, вот меня всегда беспокоит этот момент, и есть книга в издательстве «Миф», я не буду называть название этой книги, там про олимпийских богов, да, ну, известный проект, не суть важна, главное, что, ну, есть реальный конфликт между вептуном как вептуном и книгой как книгой, потому что мы уже касались этого момента, что ты можешь пролистывать, там, у тебя один кадр, он заключает массу каких-то элементов, которые ты можешь разложить во времени листания, да, и потом, когда ты листаешь назад, ты, конечно же, это прочитываешь уже по-новому, это тоже своя магия формата, но когда ты всё это дело адаптируешь под книжное издание, приходится чем-то жертвовать, что-то теряет смысл и так далее, с какими сложностями вы сталкиваетесь, когда адаптируете проект под тот или другой формат? Здесь есть несколько важных акцентов, я всегда говорю, что главное – это сюжет, это сама история, да, чем больше работы проведено над сюжетом, чем точнее автор понимает, как это переносить сам, тем легче в работе, так как литература, как фильмы, как игры, как комиксы, да, это всё разные поля, это разные комьюнити, это разный вид работы, донесение информации, истории до читателя, один в один рассказывать не имеет смысла, потому что оно будет настолько разное, и то, что удобно, комфортно, интересно читать в комиксе, да, в книге это, например, будет невозможно перенести, и наоборот, вот здесь скорее важно, насколько специалист, который занимается адаптированием, да, это человек, который должен понимать сценарное дело, и очень важно понимать драматургию и рынок, почему я говорю про слово рынок, да, то есть, если, например, в фильмах, там, в 90-х годах один идёт темп, в 2000-х другой, да, в современных совсем третий, то же самое в оптунах, есть то, что раньше требовало длительного внесения в историю, вот, зрителя, ведения его за ручку по каждому этапу, постепенно, постепенно, сейчас всё очень быстро, интернет сделал такое правило, что у тебя только один шанс создать вау-эффект на читателя, то есть, у тебя в лучшем случае три главы, в худшем одна для того, чтобы провести впечатление при насыщенном азиатском рынке, чтобы твоё произведение зацепило, заставило задуматься, испытать интерес, интригу ощутить и читать дальше. Раз уж мы говорим о рынке, то, а что с пиратами? Огромное же количество пиратских сайтов есть, вы с ними, конечно же, наверное, не сотрудничаете, да? У нас достаточно идёт принципиальность с точки зрения пиратства, мы не поощряем пиратство, мы сами авторы, мы понимаем, что пиратство есть, мы понимаем, что у пиратства есть одна хорошая функция, да? Популяризаторская. Во-первых, это сбор всего того самого комьюнити, который существует, так как легально у нас, ну, рынок нелегально существует 20 лет, а легально, как говорится, начал прям хорошо, там, в ближайшие только пару лет. то есть пиратство нам подарило высокое качество перевода, пиратство нам подарило возможность знать границы качества визуализации этого перевода, то есть все правила, которые сейчас существуют, они созданы. Люди, не то, что они хотели быть пиратами, уже многие из этих людей, они просто хотели читать эти же комиксы, но их нет, ну, нету цензуры, да, какой-то там, нету лицензии, их не существует на русском рынке, конечно, сами покупали, сами переводили и вот с друзьями делились, то есть большинства пиратов изначально цели быть пиратами не было, ну, просто очень хотелось читать, и когда сейчас появляется возможность, я знаю, что очень многие пытаются, соответственно, от пиратства перейти к легальному, это есть желание, есть желание, грубо говоря, все свои возможности, опыт, силы наработаны, положить вот в это дело так, чтобы оно помогало ещё больше развиваться в легальную сторону. В 2019 году мы с Алимом Велитовым поехали в Сеул, в Южную Корею, проводили большую выставку, посвящённую России через комиксы и анимацию, и в музее Манхвы была встреча с, ну, скажем так, лидерами рынка тамошнего, именно вот продюсеры, организаторы, какие-то такие, вот прям деятели, они спрашивали в один голос, привезите, когда вы к нам привезёте ваших вебтунщиков, ваши студии, которые делают вебтуны, а на тот момент, кроме того, что делает в цифровой среде бабулы, я и назвать-то ничего не мог, потому что у нас реально ничего не было. Есть такое. И я знаю, что вы сотрудничаете сейчас или начинаете сотрудничать, сотрудничать и с азиатским рынком, как вот корейцы, китайцы вышли на вас или вы вышли на них, как это происходит? Здесь скорее это наше желание выводить наш русский рынок на более широкую аудиторию, то есть чтобы не только в России, но и во всём мире могли дать оценку нашему творчеству, нашим художникам. Мы верим действительно, что мы найдём своих читателей и за рубежом, поэтому мы наводили, соответственно, все возможные информации касательно, что существует, какие фирмы, какими произведениями, там же тоже очень большая градация, то есть есть фирмы, которые, например, только романтикой занимаются, они только её выкладывают, то есть только её, соответственно, публикуют, то есть остальные, соответственно, там мальчуковые истории им уже не надо, им, пожалуйста, романтику подавай. И таких, мир большой, помимо, так сказать, родоначальников данной фирмы, существует ещё огромное количество стран, которые всегда с радостью посмотрят, поглядят, почитают, это наше осознанное желание, мы понимали, что когда мы наберём достаточный портфель, чтобы выходить, то мы, соответственно, будем пытаться пробовать выходить на мировой уровень. А сейчас что-то происходит, какие-то движения в этом направлении? Вообще корейскому рынку, к примеру, мы интересны, они как-то проявляют инициативу? Фирма Коса, или фирма Кока, как у них по-корейски говорится, соответственно, проводили брифинги, это можно у них на официальном сайте почитать, они проводили брифинги как раз по анализу русского рынка 2024 для, так сказать, улучшения понимания рынков в разных областях нашей матушки России, для того, чтобы, так сказать, каким-то образом развивать и укреплять взаимоотношения по музыке, фильмам, стримам и так далее, и в том числе в эптунов. Переговоры, соответственно, начинаются, будем вестись, максимум стараться выложиться у них до того, чтобы были соответствующие результаты. Хорошо. Ладно, я понял, то есть здесь тоже ещё не всё можно рассказывать, судя по всему. Скорее, скорее просто нет пока ответа. Хорошо. Какие у вас планы на вот ближайшее время, на 2024 год? Сколько, хорошо, примерно, сколько наименований вы планируете запустить в этом году? Есть такие у вас такая информация. У нас есть информация по тем тайтлам, которые у нас были отрисованы и готовились, соответственно, к публикации в 2024 году и изданиям. Это у нас сейчас выпущено, получается, ещё 6 комиксов, может быть, 7, если там успеем, как говорится. И у нас запускается, запустился в этом году один-два тайтла, да, и, соответственно, ещё планируется около двух, в том числе, что всегда люблю говорить, да, мы берём русских авторов, русские авторы к нам приходят и предлагают, соответственно, адаптацию своих шикарных книг. Это просто, ну, это просто классно, потому что у нас авторы русские не просто замечательные, это та литература, которую хочется читать, которую хочется купить, поставить себе на полочку, это та литература, которой хочется делиться с друзьями, и если нам выпадает возможность по этой литературе отрисовать целый комикс, даже если он будет условно небольшой, там, не как у Андрея Ткачёва, то есть мы взяли всю книгу первую, это как бы четыре промо манги, ну, манга в нашем случае будет в печати, да, то есть это большой объём, то есть это 60 глав. я понимаю, что не у всех, во-первых, это не дёшево, во-вторых, это не быстро, во-вторых, это не просто, да, и если нам дают возможность вот целые книги, для нас это прям большая честь, мы очень любим своих авторов. Для начинающих ребят, кто пытается зайти в этот мир, какие бы вы дали советы, ну, опираясь на ваш собственный опыт и ваш собственный интерес, конечно же, но и вообще, как начать работать, если ты считаешь, что ты уже готов, как выходить? Здесь скорее вопрос, мы говорим про авторов истории или про художников? А давайте про тех и про тех. Давайте про тех и про тех. Касательно авторов, да, иногда бывает, что авторы не сильно популярны, даже которые, например, ещё не задавались в печатном издании, но имеют неплохую там на автор туда уже читательную базу, могут просто настолько со своей историей хорошо попасть образом, который лаконично, эмоционально ляжет в комикс, да, мы с таким автором уже будем готовы попробовать сотрудничать, обсудить, подключить наших специалистов. У нас работает несколько специалистов, которые по образованию полному это люди, которые помимо филологического, да, имеют углублённое изучение, именно анализы, литературы, для того, чтобы, зная сферу воптунов, зная литературные вот эти особенности, уметь даже с не очень, так сказать, профессиональным, крутым, да, произведением сделать прямо что-то выразительно сильное, да, и заканчивая то, что иногда бывают даже маленькие истории, любительские, они бывают невероятно выразительные, невероятно классные, и мы при возможности соответственно даже таким историям готовы давать зелёный свет. Единственное, что мы точно не берём в работу, да, это те произведения, которые каким-то образом, ну, нарушают законы Российской Федерации, или этическо-моральные законы, так скажем, которые не соответствуют нашему, так сказать, даже российскому или мировому, не дай бог, менталитету. Всё остальное готовы идти на компромиссы, работать, сюжет иногда бывает до полугода, работы занимают до начала отрисовки, мы к этому готовы. Касательно художников, здесь, скажем так, к нам много приходит художников, много художников начинающих, из-за того, что наш русский рынок, именно с точки зрения художников, из-за того, что у нас 90% то, что можно легко найти в соцсетях, да, это любительские комиксы, это комиксы любительские, которые, в первую очередь, для души, от души, в душеньку, то есть, это без сильной академической базы, без знания воптуна в целом, то есть, комиксы и воптуна, это кардинально в работе разные вещи. Именно печатные и... Скажем так, которые даже классические в интернете, постраничные, не будем говорить печатные, постраничные, да, они имеют разные акценты, разные, соответственно, даже манга и манхва, да, у нас много хороших мангак, вот прям много, потому что, 20 лет, пока была и росла манга, мангак куча, но мангаку посадили рисовать воптуна, это будет очень тяжело, очень тяжело, другой формат, другие особенности, чебе и цвет, да, то есть, цвет это целая наука, то мы все прекрасно знаем, с цветами никогда не просто работать. Здесь, скорее, вопрос насмотренности минимальной, хотя бы среднего уровня рисования, то есть, это без ярких, выраженных, так скажем, косяков в анатомии, потому что какие-то вещи, например, шероховатости можно отрегулировать, можно поправить, сейчас много и софта есть, уникального, скажем, для воптунов, то есть, например, украшения, теперь сережки красивые, сложно, не надо рисовать 25 раз за одну главу, они уже есть готовые, то есть, либо ты сам отрисовываешься эту готовую сережку, крутишь, вертишь ее в разных форматах, либо ты ее приобретаешь, есть сайты, где продаются, сережки, сережки, обувь, рюкзаки, наушники, микрофон, все, то есть, именно для воптунов, чтобы быстрее, качественно рисовать, чтобы было приятно читать, чтобы у тебя был микрофон, это микрофон, а не носочек, перевязанный веревочкой, поэтому здесь вопрос именно знания художественного, базового, не обязательно образований, не обязательно образований, но базово рисовать уметь все равно надо. Хорошо, большое спасибо, и еще раз повторюсь, что сегодня у нас в студии библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи в музыкальном подвале были двое, Александр Кунин и Нурри, студия Black Purpur, и это был молодежный Non Slash Fiction. Спасибо большое, и всем пока, и удачи с этим крутым проектом. Спасибо большое, пока-пока.